пришлось евро опта стала как не знаю что вообще но пришлось туда ехать потому что у кота нету еды а сегодня у нас на рынке выходной и все эти магазинчики для котов продают корм все закрыто пришлось вот ради кота тащиться туда но как же муж не скажет что у меня ничего сегодня нету поэтому вот поехала купила обычная ему покупаю на развес такое а сегодня купила какой-то рыбный улов вот будет одна единственная рыбка в смысле аромат от рыбки заодно купила там вот хлебушек такой вот он такой вот ой прямо дышит хлебушек люблю там покупать потому что он всегда всегда настолько свежий настолько горячий но для себя купила творог первый раз я прямо на такое обратила внимание какой-то творог деревенский даже не знаю кто это его выпускает вот кто это выпускает производства бобруйский беларусь могилевского город бобруйск ладно попробуем но для радости своей купила вот такую лепельскую сладкую массу с курагой очень люблю когда попадаю обязательно покупаю это самое самое что не есть любимая конечно она дороговато но иногда можно себя побаловать потому что не часто на нее попадаешь она ее по привозят магазин один раз в неделю только купила десяток яиц обычно я тоже в магазине покупаю так вот по несколько десятков но оттуда было очень тяжело тащить потому что евро опт нас далековато завтра мне подкинут моего малыша правнука поэтому вот купила ему йогурт и внучка сказала он только любит вишневый персиковый он не любит вот поэтому вот такой вот ну а сок я ему купила все таки персиковый яблочный но на всякий случай взяла маленький кусочек колбасы я вообще люблю полукопченую но там как то я никакой колбасы себе не выбрала такой чтоб не захотелось ее вот и взяла бураки да у меня огородик маленький есть но я огородом не занимаюсь у меня только кусок под цветы вот большую часть занимает беседка и водоем и немножко цветов там на огороде то что муж садит он садит огурцы и картошку только я раньше занималась тоже бураками морковка потом сколько мне их надо я схожу в магазин и куплю чем я буду там сидеть в этих грядках и полоть ну и напоследок конечно вот таких вот конфеток взяла стекляшки какие-то апельсиновые ананасные и еще какие они тут и груша я думала что это лимончик вот вот такой вот у меня чекчик почему-то они тут еще по-старому выбивают они новыми денежками берут новыми чек выбивается еще старыми с нулями с нашими вот вот такой вот у меня поход был магазинчик кота фейка уже получил свою порцию сухого корма и радуется жизни вот завтра куплю что-нибудь ему какой-нибудь паштет уже такое более мягкое более сырое что-нибудь вот когда уже на рынке магазин пойду но сегодня пусть довольствуется вот этой вот едой сухой еще у него немножечко есть такого с пакетика китикета вот но он утром уже получил пол пакета пол пакета я ему дам на обед нечего его баловать а еще я побывала сегодня на рынке вчера я снимала что я в европе было но мне же не хватает овощей для борща которые я очень очень хочу сегодня пришлось пойти на рынок купила капусту морковку перчик помидорки у меня есть картошину я пойду выкопаю сейчас взяла цыпленка отрежу отсюда и кусочек в борщ потому что совсем просто овощной борщ это будет невкусно но заодно взяла молочко какое-то у нас новое молоко стало выпускать 1 и 8 с витамином c вот но мне в принципе какая разница какой и взяла пакетик печенки вот ну вот и все мои покупочки так что можно теперь что-то уже успокоиться и начать что-то готовить еще вот забыла про одну вещичку за которой ходила тоже обязательно мне это надо было купить это я покупаю для кота вот такой вот печеночный домашний запеченный какой-то паштет он его такой вот любит это не сказать что это именно паштет для котов это мясном магазине продается здесь это самое жир говяжий свиной свинина печень говядина шкурки тут какие-то написаны в общем субпродукты короче можно конечно попробовать и самому но как бы то оно неплохое неплохое когда особенно не добавляют сюда каких-нибудь пряностей то коту моему нравится но если они набухают конечно там пряности каких-нибудь тогда он нос воротит и лежит это тогда долго пока не выветривается ну вот теперь наконец таки я вам уже все показала